Уважаемые коллеги, я снова приветствую вас на канале выставки «Хит Электро». Выставка пройдет очень скоро, она начнется уже в октябре, поэтому, пожалуйста, успейте зарегистрироваться, успейте распланировать свое время на выставке. У нас уже опубликована деловая программа, у нас идет регистрация, и у нас уже опубликован список участников, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь на нашем сайте. Также у нас много новостей как выставки, так и индустрии и компаний. На нашем телеграм-канале, пожалуйста, тоже не забудьте подписаться. Я представляю нашего гостя Вячеслав Шипов, акционерное общество «РУМО», заместитель генерального директора по маркетингу и продажам. Вячеслав, здравствуйте. Да, здравствуйте, Дарья. Вячеслав, но у вас достаточно долгая история завода, расскажите, пожалуйста, коротко про нее. В следующем году нашему заводу 150 лет, за это время мы дважды поменяли свое географическое местоположение. Завод изначально был создан в Риге, а во время Первой мировой войны он был эвакуирован в Нижний Новгород. И, соответственно, за это время завод трижды поменял свое наименование. Изначально он назывался «Фельзерико», после Гражданской революции он стал называться «Двигатель революции». И уже на волне перестройки, уже в 1993 году переименовался действующее название «РУМО». РУМО – это аббревиатура, расшифровывается как «Русский мотор». Коротко для тех, кто не в курсе, чем вы занимаетесь, что производит завод. Ну, смотрите, да, «РУМО» – это машиностроительное предприятие, предприятие энергетического и нефтегазового машиностроения. Мы производим полнокомплектные газоперекачивающие агрегаты с разными типами приводов, газовая турбина, поршневые двигатели. И мы производим поршневую технику. Мы производим двух типов – это двигатели внутреннего сгорания, рядные, стационарные, судовые, для энергетической промышленности, для судостроения. И мы производим поршневые компрессоры для нефтегазового. Расскажите, пожалуйста, насколько вы импорты независимы и повлияли ли на вас как-то санкции? Мы испытывали определенные трудные времена, в прошлом десятилетии, это с 2014 по 2018 год. И, собственно говоря, с 2018 года мы запустили проект восстановления и реорганизации и реновации завода. И сразу же этот процесс мы начали делать на волне импортозамещения. То есть мы сразу определились, что все, что мы делаем, оно все должно быть исключительно сделано в России, из российских комплектующих, по российским технологиям. Мы даже все программное обеспечение сразу же определили, что это будет российское, даже с фундаментальных вещей. И, собственно говоря, наша ставка, она показала свои плоды. Значит, в рамках текущих вот инстанционной, недружесной, скажем так, политики по отношению к нашей стране, значит, наша эта тактика полностью сработала. Минимальное количество инстанционных комплектующих у нас было до начала танца. Значит, в основном это электрокомпоненты, компоненты управления оборудованием. Сейчас мы уже полностью, практически сразу же нашли партнеров в России и разместили эту тему. Все, что мы сейчас делаем, это полностью отечественные продукты. То есть нет ни одного компонента, который вы импортировали бы из стран Азии или из стран Европы? Я не исключаю, что в каких-то комплектующих покупных изделиях, которые мы приобретаем, может быть, еще что-то там осталось иностранным. Но все материалы, все сырье, оно полностью отечественное. И комплектующие изделия, ну, по крайней мере, производители, оборудование тоже все отечественное. Ну, условно говоря, там, например, программируемый англический контроллер, который мы покупаем, он собран уже, и вся логика, вся архитектура, она полностью уже отечественная. Ну, может быть, какая-то микрокомпонентная база, она еще там странно и восточная. Ну, на самом деле, это очень интересно, когда практически полностью существует импортозамещение, там, за исключением, может быть, каких-то единиц комплектующих. Я бы хотела немножко застрить на этом вопросе. Расскажите, как вы подбирали партнеров, потому что существует такая некая критика отечественных производителей. Есть ли какая-то обратная связь, то есть подстраивается ли производитель непосредственно под вас, под ваши нужды, и насколько, в принципе, у вас богатый, что называется, выбор из этих партнеров, то есть или вы привязаны к одному поставщику, условно, по каждой комплектующей? Дарья, вопрос ваш понятен, и он, вы знаете, очень емкий. Значит, в этом вопросе огромное количество нюансов, но если и различных кейсов, да, которые мы решали в процессе этого непротивозамещения поиска партнеров. Ну, момент первый и самый ключевой. Не все потеряно было у нас, в нашей стране было очень много наработок, которые просто ушли в стол и запылились, да, потому что они оказались, ну, не в том времени, не в том времени, не в том месте, да, или просто они не вытерпели момент конкуренции, да, или, ну, оказались в какой-то момент ненужными. Могу сказать, что по очень многим компонентам двигателя или поршневого компрессора мы связываемся со старыми партнерами. Очень много наработок, они про них вспоминают, они говорят, мы это уже все сделали, мы это уже все разработали, достают из-под стола там вот эти папки, грузбухи, чертежи, кальки, синки, значит, сдувают с них пыль, образно говоря. Мы начинаем, грубо говоря, все по-новому. Естественно, мы по-новой начинаем уже современными подходами в части производства, в части требований к поставщику, требований к разработке, современным контролем качества, то есть все уже по новым рейсам, что называется, да. При заключении договора составляем план контроля качества, наши специалисты УТК и система менеджмента качества все это контролируют на разных этапах, то есть конечко, то все дело. Мы прекрасно понимаем, где мы находимся, мы, что называется, в одной упряжке, в одной лодке, в лодке машиностроения, в лодке производства и необходимости развивать свое. Да, поэтому, понимая это и имея свой собственный опыт у себя на производстве, мы с этим пониманием относимся и к нашим поставщикам. Многим компонентам есть прекрасно открытый рынок современных, хороших, качественных продуктов. По некоторым компонентам, конечно, есть сложности, да, потому что либо это мелкосерийное производство, и оно тянет за собой, естественно, и определенные стоимостные характеристики более высокие, а где-то необходимо заниматься не окром. Мы активно вовлекаем в этот процесс и наше правительство, Министерство промышленности и торговли, и агентство, да, которые у них созданы, это агентство по технологическому развитию в качестве примера. Значит, пишем заявки, вот пользуемся сейчас механизмами, например, 208-го постановления, это по технологиям, значит, пользуемся механизмами постановления 1649 по неокрам, значит, выступаем здесь и как участниками в этих технологиях, и как заказчиками и потребителями этих технологий. Таким образом тоже создаем самостоятельно, создаем рынок, создаем сами себе, значит, нескольких поставщиков, чтобы была тоже конкуренция между ними, значит, чтобы на выходе это был уже продукт не хуже, и с разумным ценообразованием. А как удалось создать собственное программное обеспечение? Сколько лет? Смотрите, у нас разработка, весь цикл разработки, там, CAD, CAM, PLM-система, переход на ERP, он сделан на базе отечественного программного обеспечения, то есть в основном это продукты фирмы ASKON и продукты фирмы 1S, которые мы смогли интегрировать между собой, сделали свою группу программистов и администраторов, которые занимаются, ну, скажем так, допиской, доработкой этих программных продуктов и интеграцией по обмену данными между ними. Вот, плотно сотрудничаем с ASKON, да, которые рассказываем ему свои потребности, свои какие-то пожелания по доработке продукта. И, значит, это основное ядро нашей IT-системы, и, значит, на текущий момент все твердотельное 3D-проектирование у нас именно реализовано на базе отечественного программного обеспечения. Свои программные продукты, ну, то есть в основном это математика, мы создаем там доступных, на доступных открытых платформах, в основном это расчетные модули, расчетная программа, значит, где мы считаем там газдинамику там или механику, там, да, какие-то свойства в нашей будущей продукте. Правильно ли я понимаю, то есть и по программному обеспечению у вас нет зависимости от того же Автодеска и прочих поставщиков программных? Ну, небольшая зависимость есть, но мы держим курс на ее нивелирование и полный от нее уход, да, то есть История ASKON, она не такая все-таки большая, да, например, у компании Siemens, которая принадлежит платформой NX, например, да, значит, и некоторые такие сложные расчетные модулями иностранного программного обеспечения мы еще пользуемся. Ну, мы вот держим курс на отнижение использования данного программного обеспечения, опять же пишем свои потребности в тот же ASKON, да, значит, где показываем, что мы хотели бы где подтянуть, какие-то вопросы, значит, и потихонечку у нас движение идет в другом направлении. А сколько лет вы занимаетесь уже непосредственно программным обеспечением, разработкой его? Начали в 19-м году. Скажите, пожалуйста, про кадры. На ваш взгляд, есть ли голод кадров, конечно, именно технических в вашей сфере, и насколько сложно их найти, как вы их ищете, ну, и как вы их выращиваете у себя на предприятии? То есть берете ли вы, например, студентов? Да. Вопрос понятен. Конечно, это одна из основных задач, таких стратегических, которые необходимо сейчас решать в России, там, ну, на самом высшем уровне. Понятное дело, что вот так вот взять и готовых специалистов в таком достаточно сложных отраслях машиностроения, там, тяжело найти, это надо все создавать, надо растить, надо возрождать то, что было утрачено и потеряно за прошлые десятилетия. То есть это, конечно, такой вызов серьезный для всей нашей страны. Значит, мы локально здесь у себя, наверное, задачу эту решаем. Где-то сложно, где-то просто, по-разному. Труда ищем, и рынок труда у нас точно такой же конкурентный, и точно так же мы боремся за кадры и создаем более выгодные условия, там, интересные условия для кадров, да, чтобы к нам специалисты шли. Где-то мы, может быть, ну, то есть там все идет волной, мы, условно, сделали там получше условия, к нам люди пришли, потом наши коллеги, да, там, по городу примерно в той же отрасли или там в похожем типе машиностроения, значит, увидели это дело, сделали более интересные условия, там, часть кадров пришла к ним. То есть это, ну, стандартный такой процесс перетока кадров, их перекочевания, да, там у нас кадры некоторые кочевники, вот, но город у нас все-таки достаточно большой, столица Приволжья, значит, город промышленный, источник кадров есть, есть техникумы, есть вузы, которые воспитывают инженерные кадры. Некоторые кадры, ну, там, например, конструктора там по пошневым компрессорам, то есть это очень такая узкая специфика, там приходится создавать точечно, там, для некоторых очень узко специализированных специалистов особые условия, да, чтобы люди, например, приезжали к нам из другого города, то есть этим тоже занимаемся. Активно, очень активно сотрудничаем с нашими техническими университетами, в качестве примера у нас это НГТУ имени Алексеева, значит, который готовит, это политехнический вуз, который готовит нужные нам кадры, с ними у нас сотрудничество, мы обеспечиваем практику для студентов, прохождение практики, и заранее, значит, показываем свои какие-то вакансии или наиболее востребованные специальности, для того, чтобы они уже под нас именно и растили, и учили, то есть такие студенты. И практика у нас проходит, и после выпуска мы им уже гарантированно готовы дать место. У вас нет планов открыть какую-то свою кафедру непосредственно на базе университета, по примеру, других компаний в других отраслях? Ну, наверное, мы еще до такого уровня не заросли, то есть там как бы все постепенно. Значит, могу сказать, что в свое время у нашего завода был собственной техникум дизельно-строительный, и несколько кафедр мы поддерживали и в НГТУ имени Алексеева, и в Речной Академии. Значит, на текущий момент все эти кафедры, они как были, так остались, и специалистов они готовят, и мы просто, как говорят, восстановили процесс взаимодействия и взаимных каких-то отношений. Спасибо большое. А сколько человек работает на заводе? Сейчас не так много на заводе у нас работает, сейчас коллектив у нас порядка 450 человек, но мы активно развиваемся, у нас прирост идет очень большими темпами. Значит, если сейчас вот все, как мы планируем на этот год и на следующий год у нас должно идти развиваться, то где-то, наверное, через год, ну, к концу следующего года мы планируем уже порядка 600-800 человек. Угу. Расскажите, пожалуйста, также про автоматизацию. Вы используете какую-то автоматизацию, цифровизацию производства? Ну, как я уже сказал, мы с 18-го года мы начали, ну, с 19-го года мы начали заниматься активным IT-внедрением. Значит, завод сейчас участвует в национальных проектах производительности труда и, значит, сейчас производительность труда и бережливое производство. Значит, это тянет за собой, естественно, да, и эти обеспечения, значит, на текущий момент ERP-система у нас внедрена, значит, причем ERP-система, как я ранее сказал, она у нас интегрирована с продуктами компания «СКО». По нему того, что эту цифровизацию внедряем у себя на производстве, производство у нас характеризуется мелкосерийным выпуском с оборудованием со специфическими характеристиками, да, то есть у нас, грубо говоря, если там двигатель внутреннего сгорания или электростанция – это серийный продукт, то, например, поршневые компрессорные установки, каждая компрессорная установка под каждого заказчика – это отдельный проект. По ней ведется проектирование с нуля. Все, где можно, мы, естественно, автоматизируем и переводим цифры. Значит, в любом случае вся разработка у нас уже вся цифровая. Спасибо большое. Давайте, наверное, перейдем к вашим проектам. Расскажите, что было сделано за последние 4 года и проходит ли завод какую-то реновацию, переоснащение? Да. Ну, в принципе, история РУМО, она как раз и связана именно с тем словом, которое вы сейчас произнесли, это слово «реновация». Были такие достаточно сложные времена у завода, с 2014 по 2019 год завод стоял, выпуск свой прекратил, деятельность прекратил, и, в общем-то, вплоть до того, что был там повешен замок, и ни одного работника не было. Вот с 2019 года мы начали проект возрождения завода и возрождаем все, по сути, создаем новое предприятие уже на современных рельсах, да, и вот как мы уже с вами проговорили, и по цифровизации и автоматизации, и проектированию уже все полностью по-современному, и вся инженерная инфраструктура, она у нас, по сути, уже полностью новая. Значит, начали мы с того, что приступили к капитальному ремонту и реновации цехов. Как раз на слайде мы свели наши достижения за последние 4 года. Вот слева можно посмотреть фотографии наших цехов, это цех механообрабатывающий, цех сварочных заготовителей, цех сборочной складкой. Значит, сварочные заготовители и сборочные складки – это вот практически полностью новая цеха, новое оборудование, оборудование не старше 2020 года, полностью капитальный ремонт зданий, зданий, сооружений и всех инженерных сетей, вплоть до кровли и до стекления, до замены. В механообрабатывающем цехе очень большое количество оборудования мы восстановили, а часть оборудования мы модернизировали, то есть перевели на более, на числовое программное управление, то есть на современную стульку ЧПУ. И вот у нас сейчас очень большой идет большими темпами процесс по замене оборудования на новое, современное, высокопроизводительное механообрабатывающее оборудование. Отвиваемся мы достаточно такими активными темпами. Это вот в части реновации инженерной инфраструктуры. Новые испытательные стенды, по сути, мы сделали для испытания дизельных двигателей, дизельных электроагрегатов, газовых поршневых двигателей и газовых электроагрегатов. Даже сделали у себя в испытательном боксе ячейку для испытания газопоршневых электростанций уже полностью спаркетированном блочно-контейнерном исполнении. Значит, по выпуску продукции, по проектам, которые мы уже реализовали, значит, за эти 4 года было изготовлено 23 полнокомплектных газоперекачивающих агрегата с блоками и системами. Значит, в основном это проекты для магистральных газопроводов «Газпрома» на североевропейский газопровод. И, значит, добывающая часть «Газпрома» — это Баванинское месторождение. Для них было сделано 6 полнокомплектных агрегатов, значит, и туда же 12 блоков компрессоров. Части импортозамещения и новой продукции для нашего рынка вот за это время разработали, начиная прямо вот с математических процессов, вот полного пересчета математического процесса и дальше по шагам. Разработали, изготовили газопоршневую электростанцию, вот она здесь показана, АРОМ-802. Это полностью отечественный продукт, это первый отечественный продукт такого рода у нас в России. До этого времени исключительно этот рынок был основан на базе иностранных электроагрегатов с отечественным пакетжем. То есть двигатели с генератором поставлялись из-за рубежа, в основном это были европейские и американские производители. А непосредственно уже пакетж, то есть обвязка с блоками и системами и блочно-контейнерное укрытие уже изготавливались отечественными поставщиками и инженерными компаниями. Вот мы сделали полностью свою собственную блочно-контейнерную электростанцию, испытали ее, провели первую часть испытаний с нашим, скажем так, якорным потребителем нашей продукции, это с компанией «Газпром» в конце прошлого года. И сейчас мы готовим эту электростанцию для проведения опытно-промышленных испытаний уже на объекте эксплуатации. Дополнительно из нового также изготовили прототип дизельного судового двигателя мощностью 1200 кВт. Это тоже на замену продукции иностранного нашего конкурента, компании «Верцеля». В основном это двигатель для сухогрузов, контейнеровозов, танкеров, класса «Река-Река», «Река-Море». Полностью мы ремонтировали, восстановили и модернизировали линию по изготовлению количественных валов. Уже выпустили первую партию 10 единиц, это клинвалы для поршневых компрессоров и двигателей внутреннего сгорания. Здесь у нас активно идет кооперация с нашими отечественными производителями двигателей. Мы для них в том числе изготавливаем клинчатый вал. Это вот в части того, что было сделано за последние 4,5 года. Вячеслав, большое вам спасибо за то, что поделились своими достижениями, рассказали про компанию, про завод и про ваши успехи. Я напоминаю про то, что регистрация на выставку уже идет. Пожалуйста, успейте зарегистрироваться, ну и также, если вы досмотрели это видео до конца, пожалуйста, поставьте нам лайк. Таким образом вы поможете полезной информацией распространиться. Ну а я прощаюсь с вами. Очень скоро увидимся на «Хит-электро».